во времени суток у нас сегодня тема эмоции здоровья и мы сегодня будем говорить как раз про эмоции которые мы очень любим подавлять заглушать и о таком понятии как замороженные эмоции вот начинаю вижу что начинает присоединяться здравствуйте здравствуйте ставьте пожалуйста плюсик если меня хорошо видно и хорошо слышно и мы с вами начнем сегодня достаточно такую злободневную тему это давайте ваши плюсики как меня видно как меня слышно хорошо ли или не очень отлично все ну что эмоции да прежде чем начну очень буду рада вашим словам до вашим каким-то вопросом по ходу это будет хорошо это будет правильно это будет здорово ну что эмоции что представляют собой эмоции вообще задумывались об этом это не просто слезы это не просто крик это не просто злость да это закрепленный механизм выживания что делать который помогает нам вовремя в моменте да отследить изменения вокруг нас да то есть сосканировать что происходит вокруг нас и правильно на это среагировать то есть это мощный механизм выживания вот ребенок по мере взросления по мере того как он узнает мир формирует свою индивидуальную схему реагирования да формирует свою схему саморегуляции вот этих чувств о которой мы можем догадываться о том как он себя ведет в какой-то стрессовой ситуации да или там как что говорит какие поступки совершает вообще какое у него поведение и вот эта схема она может быть как здоровый как и не очень извините меня вплоть до патологической и что такое дальше эмоции эмоции это энергия которая в движении обязательно то есть это не застывшаяся какой-то сгусток энергии да а ему нужно обязательно двигаться этому сгустку и если мы говорим про проглоченные подавленные эмоции значит мы что сделали мы эти эмоции эту энергию заперли клетки нашего тела мы не позволяем ей этой эмоции проявиться вот и если вы придерживаете если вы проглачивается эмоции в какой-то момент то что получается она никуда у вас не девается не исчезает а она остается у вас в теле начинает там бродить но сознанием наше мы этого не понимаем у нас тут заболела тут прихватила комок в горле руки болят еще что-то такое да то есть мы что делали мы сознанием вытеснили эти чувства не воспринимаем что там нас может обида еще что-то такое да грусть у нас печаль страх то а в теле она осталась из теле она выражается именно вот такими болезненными проявлениями так проглатывайте эмоции да 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 мы их проглатываем на самом деле помните очень любимое состояние да у многих это комок в горле когда мы проглатываем право они воде стоит они хотят вырваться наружу и что получается да смотрите эмоции нужно проживать напрямую сразу же в моменте то для чего потому что они эти эмоции нас ведут по жизни и не просто так я захотела поплакала да не захочу не поплакал нет эти ваши слезы которые из вас льются да они вас к чему-то ведут вот они ведут вас для выполнения как и другие эмоции для выполнения и ради выполнения базовых потребностях какие у нас они три известные да это выживание это размножение и доминирование вот это логично и когда мы испытываем некомфортную эмоцию мы что делаем мы ее проживаем таким образом сделаем какое-то действие чтобы убрать эту некомфортную эмоцию и получить комфортную да то есть мы бежим от некомфортных эмоций к радостным то есть от печали к радость от пугающих к радостным вот привычка постоянно подавлять эмоции да особенно эмоции боли ведет к тому что мы перестаем чувствовать очень много очень часто клиенты которые приходят на терапию да они говорят я не чувствую боль и я не чувствую радость то мне ничего не радует вот то есть вот эти все признаки депрессивного состояния это как раз говорит о том что мы чувства заморозили то мы перестаем их чувствовать вот даже есть такое отклонение которое называется болезнь замороженных чувств этой хворью этой болезни страдают люди которые перенесли сильные эмоциональные потрясения вот сильные до либо психологические какие-то травмы которые человеку очень не хочется да очень не хочется чувствовать да и вот он очень долго их себе подавляет на эти чувства прячет их глубже глубже и глубже вот особенно такое заболевание да заметно в личных отношениях отличных отношений да когда начинают обвинять ты какой-то бездушный или ты какая-то равнодушная на тебе на всех наплевать тебе на всех пофиг это как раз и гость о том что человек заморозил себе чувства вот что происходит да вообще эмоциональная боль это очень мощный трансформатор трансформатор который приходит нашу жизнь чтобы мы научились что-то отпустить там что-то принять что-то простить любить то для этого приходит ведь эти состояния да это главные уроки в нашей жизни вот но если мы не позволяем им проявляться так то мы не позволяем им прожить не позволяем себе прожить боль до выплакаться прокричать накопленные эмоции то мы что получается мы застреваем так мы застреваем своем развитии на каком-то этапе мы не развиваемся дальше вот и до тех пор пока мы не начнем оценивать и не оценим наш вот это данный опыт а вот эту боль которая к нам пришла мы продолжаем жить используя те защиты до которые наша психика выработала в момент травматизации представить мы всегда в травме всегда в травме и что с нами происходит как мы себя ведем да мы все время настороже мы постоянно все контролируем мы критикуем и осуждаем мы зачастую ядовитые саркастичные мы не доверяем в близких отношениях до тем людям которые нас окружают вот и в то же время мы ощущаем себя постоянно в изоляции меня не любят я не чувствую любви я ни с кем не связана я никому не нужна вот эти мысли если вы ловите себя на таких мыслях это говорит о том что вы до сих пор находитесь в травме да в какой-то ситуации которую вас сильно травмировал напишите пожалуйста кто испытывает вот сейчас такие ощущения такие чувства внутри себя если среди вас такие и это как раз будет говорить о том что вы до сих пор не пережили травмирую ситуацию очень часто люди в таком состоянии находятся после того как умер кто-то близкий вот или произошел развод или были какие-то отношения там я испытываю вот вот так это том что вы пытаетесь вот эту боль да вот от этой травмы запрятать глубине себя да то есть сознательно старайтесь они не думать то она вам подает через тело вот это все у вас может быть телесное проявление да например болит голова болит шея комок в горле до тошнит вас до руки болят суставы лунда а может быть на таком ощущении что я постоянно себя чувствую раздраженный да или я постоянно в какой-то тревоге я не доверяю да вот это все говорит о том что вы остались в той травмирующей ситуации и в ней продолжаете жить вы не развиваетесь дальше к сожалению и с какими мы это чувство чувствами делаем да это мы делаем с чувствами первого порядка который как раз нас заставляют по идее действовать это страх вина обида злость скука грусть чувство одиночество вот так называемые чувства первого порядка которые возникают в нас то для того чтобы мы сделали что-то сделали что-то чтобы убрать это чувство а мы что самое лучшее что мы придумали делать это запрятать это чувство внутри себя страх мы испытываем страх для того чтобы понять что ситуация вокруг нас опасно да и нужно предпринять какие-то действия чтобы оказаться безопасности страх тогда отступит вот то есть цель какая у страха восстановить безопасность вот она что делали я не должна бояться нет это не страшно да то есть мы начинаем себя уговаривать и мы это чувство страха прячем прячем внутри себя она никуда не делась она не делась вы ничего не изменили в своей жизни чтобы получить эту безопасность понимаете и вот этот страх вас будет жрать он будет вас жрать изнутри потому что еще раз эмоции этой энергии и вы мало того что тратите колоссальное количество энергии еще другой чтобы эту энергию удержать да то есть вы ну скажем так работаете в холостую вот и что у нас результате получается нет сил нет желаний нет энергии вас не хватает ни на что кроме как выполнение каких-то рутинных ну скажем так действий почистить зубы покушать сходить на работу и все вывышенной пустыневой тряпочкой и все это да можно убрать я не говорю что ходе терапии да так как меня спрашивает при вообще ничего бояться нет нифига подобного вы будете бояться но вы будете бояться в моменте момент когда произошла ситуация который вам страшно но вы научитесь не подавлять этот страх не прятать не уговаривать себя о я не боюсь сейчас все пройдет вы научитесь правильно реагировать в эту ситуацию чтобы восстановить безопасность то есть чтобы сделать действие которое к чему вас страх побуждает то же самое касается других эмоций например стыд какая цель у студа восстановить справедливость для себя потому что стыд у вас возник из-за чего что вы чувствуете да так неправильно сказал это вас это обида обида да вот вы чувствуете что а по отношению к вам поступили неправильно да и цель у обиды это восстановить справедливость себе стыд это когда вы чувствуете что вы не справедливоków отношению к другому человеку поступили вот и цель какая восстановить справедливость для другого скука атака очень такая интересная эмоция когда недооценённая, вот у нас к скуке относятся, ну, скучно-скучно, фигня какая-то, ничего подобного, да, это отсутствие того, что у вас не происходит в жизни ничего значимого, да, и что вы всё, что вы делаете, это незначимое, это вот, ну, ерунда полная, да, цель у скуки заставить вас сделать что-то значимое в вашей жизни, чтобы вы произвели какие-то изменения значимые в своей жизни, понимаете, грусть, это потеря, да, когда я восполню потерю, тогда и будет хорошо, да, я перестану грустить, да, то есть цель компенсировать потери, чувство одиночества, да, то есть когда вы понимаете, оно возникает в вас, когда вам хотят сказать, что, дорогая моя, у тебя нет значимых отношений, да, у тебя они отсутствуют, да, вот, когда вы создадите эти значимые отношения, то, да, вы перестанете быть одиноким, вот, то есть цель создать значимые отношения, вот, и ещё один момент, который я хотела бы, вот, на чём хотела бы уделить такое внимание, когда человек, да, вот с замороженными чувствами, да, когда он внешне очень равнодушный, очень отстранённый, да, очень спокойный, да, такой сфинкс, это не значит, что внутри у него этих чувств нет, они есть, но он запретил себе их проявлять, вот, и очень часто в терапии, когда мы начинаем размораживаться, да, там такой поток льётся, да, и злости, да, и слёз, и страх там колбасит, да, то есть понимаете, и человеку становится легче, то есть он ощущает, как из него всё это вылезает, да, и он начинает жить по-другому, да, он начинает чувствовать всё, что вокруг него происходит, он начинает чувствовать себя, он оздоравливается, он оздоравливает своё тело. Я могу, например, из личного примера вот рассказать, да, что когда у меня сестра умерла, вот моя мама заморозила свои чувства, потому что боль была такая непереносимая, да, она перестала плакать вообще, то есть она не могла плакать, она не могла плакать. И она, к сожалению, так говорила, я бы поплакала, но я не могу. Понимаете, и когда человек начинает себе разрешать плакать, да, из него вот это вот горе, из него вот эта печаль, она изливается, освобождая тело. Так, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот, я очень хочу, чтобы как бы у нас была обратная связь, вот, и, значит, я пока продолжу дальше. Смотрите, почему, по некоторым данным, у нас у 90% населения, включая младенцев, есть обязательно какой-нибудь невроз, да. Вот почему он происходит? Он происходит на фоне длительного хронического самостресса. А стресс – это первый звоночек, да, что наша потребность какая-то базовая, не удовлетворена, да. И сейчас я опять говорю про эмоции. Эмоции для чего? Эмоции нам даются для того, чтобы мы удовлетворили эти потребности, да. Вот, прям схема очень наглядная, очень простая. Пришла эмоция первого порядка, да, я бы называла их там стыд, страх, обида, злость, одиночество, да. Вот, вместо того, чтобы проявить, чтобы вот эту базовую потребность восполнить, получить её, да, мы эту эмоцию проглатываем. Базовая потребность нами не удовлетворена. И вот мы живём в стрессе. И вот здравствуй, невроз. Понимаете? Очень простая цепочка. Дальше. Что происходит с нами дальше? Это не остаётся вот в таком неизменном виде, да. У нас продолжается изменение. То есть подсознание наше, оно же очень мудрое, да. Он видит, что человеку посылаются эмоции, да. Он свою потребность не выполняет. Он живёт там, например, в ощущении, что ему небезопасно, да. И он начинает что-то подкручивать градус, да. Подкручивать градус страха. Ну вот если, например, безопасность, да. Или, например, если у вас чувство обиды. Или чувство злости. Это всё тоже про безопасность обычно. И оно начинает подкручивать. То есть вы не просто начинаете гниваться. Сейчас я собаку разбужу. Услышно, нет, у меня собака лежит и храпит. Зараза. Пить. Пить. Вот. И что у нас происходит? Градус подкручивается, да. То есть страх становится сильнее, да. Страх уже испытываем не просто по поводу, ну, например, я не знаю, за детей, да, любимый страх. А страх уже испытываем по поводу того, что не так сказали, да. Не так на вас посмотрели. От всех людей становится страшно, да. То есть страхи множатся. И градус увеличивается, да. Обида не просто на одного человека, да. Обида уже там на соседа, на коллегу, да. То есть она расширяется, да. Злость и раздражение не просто тоже на одного человека, на ситуацию, а на всех остальных, да. То есть вы просто начинаете, вас всё начинает бесить. Что дальше происходит? Градус поджали, да. То есть подкрутили. Вы опять ничего не понимаете. Вы пытаетесь всё это в себе стержать. Весь этот вселенский страх, всё это могучее раздражение, да. Всё держим, 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 да. И тогда у нас наступают эмоции второго порядка. А это, извините меня, либо панические атаки, да. То есть неконтролируемый выброс уже эмоций. Беспредел эмоциональный. Либо так называемая фрустрация, либо по-простому разочарование. Всё, вы разочаруетесь. Вот. Ваше подсознание приняло новые меры, вы перешли на вторую ступень. Для чего это, да. Для того, чтобы вы поменяли уже стратегию поведения. Не просто разные действия, да, вот как эмоции первого порядка вас заставляет. То есть страшно, ну, сбежать, да, например, грустно, поплакать, да, то есть какие-то действия делать. Нет. Разочарование и панические атаки заставляют вас поменять поведение. Уже поведение. Что дальше происходит? Если опять же мы ничего не меняем, да, не меняем, то подсознание нам пытается помочь по-своему, да, и здравствуйте, проси. Да, то есть это эмоции уже третьего порядка. Когда, когда нам организм, когда нам наше подсознание говорит о том, что всё, пора перестать что-то пытаться делать, пришло время остановиться. Поэтому люди с депрессией ничего не могут делать. То есть это истощение жизненных сил, отсутствие мотивации жить, да, всё потому что вас остановили. Вот. Цель изменить жизнь. Итак, что у нас получается, да? Эмоции нам даются для того, чтобы нас заставить что-то делать. Вот. Бери, копай, спасайся, работай, ищи, да. Для этого даётся много энергии, очень много энергии, да. Вот. А мы что делаем? Мы умные, разумные. Не кричи, не вопи, не ори, не плачь, стыдно. Нельзя это делать, да. Мы начинаем эти эмоции проглатывать, да. Мы начинаем их засовывать подальше в тело. Вот. Подавляем. Вот. Это не из-за того, что мы такие тупые, да, непонимающие. Нет. Нас так научили. Нас так научили реагировать. Научили. Мы приняли эту модель поведения. Вот. И что происходит? Вот. Что у нас происходит? И длительно, и мы находимся в длительном самострессе, из-за которого разрушается наше здоровье. Прежде всего. И из-за которого, да, мы не развиваемся дальше. Кто-то мне может сказать, ну и ладно, не развиваюсь я дальше. Меня как бы все это устраивает. Это вы пытаетесь, скажем так, обесценить свою проблему. Я с этим тоже очень часто сталкивалась, да. Ну, например, приходят ко мне клиенты и говорят, у меня тут проблемка. Проблемка. Понимаете? То есть он уже пытается обесценить свою проблему. Я ничего не чувствую. Ничего себе проблемка. Это проблемище. Или у меня тут проблемка. Я не могу наладить свою личную жизнь. Тоже, да? Вот. То есть мы из-за своего вот этого разума сознательного, да, для того, чтобы обосновать и, скажем так, принизить вот то, что с нами происходит, мы это обесцениваем очень часто. Очень часто, к сожалению. Вместо того, чтобы что-то сделать. Угу. Вот. И вот смотрите, люди с неврозом часто, как говорят, да, мне плохо, мне очень плохо, да, вот, или мне ужасно плохо. Но они не говорят, я злюсь из-за того, что... Или мне печально из-за... Так? Или я чувствую одиночество. Нет, они так не говорят. Мне говорят, не плохо. Угу. Столько людей страдают от головной боли, да, от боли в спине, в желудке, в шее, да, от скачков давления, да, от потери аппетита или, наоборот, от бесконечного жора, от тошноты, от боли в груди, сердцебиение, головокружение. Я этот список могу продолжать и продолжать. Это просто километровый список, да. Вот. Вот эти люди никак не могут выяснить, что с ними происходит. Год за годом они лечатся у терапевтов, да. Вот. Они себя там бесконечно исследуют, вот. Сдают анализы. Ну, и в результате, что человек готов годы потерять на поиске проблем со здоровьем, да, выходя, вернее, стараясь найти физическую причину, да, не находит место того, чтобы признать, что в нём бушуют подавленные эмоции, потому что он считает, что это ерунда. Понимаете? Вот. Что нужно сделать, да, для того, чтобы переписать вот эти вот программы, которые нас запустили, вот эти подавленные эмоции, да, и выйти из этой зоны, вот этого, где вы спрятались в кокон, да, необходимо осознать, прежде всего, первый шаг, да, осознать эту ситуацию, осознать эту проблему и решиться на исцеление, да, а не лихорадочно искать отдушину, да, и, например, избавление от одиночества, да, то есть через других людей. Мы что обычно делаем? Не копаемся в себе. Да это больно, это неприятно. Мы пытаемся это всё получить от других людей или от других источников. Отпуск, развлечение, да, книги, лыжи, ещё что-то такое, да, там, общение с интересными людьми, а больно продолжается. Вот поэтому нужно осознать, что проблема внутри у вас, да, вот я вам ещё раз говорю, что проблема очень часто сидит, зачастую, что вы подавили свои эмоции, а может быть где-то даже уже и заморозили, да, то есть вы не разрешаете себе проявлять никаких эмоций. Вот, значит, что я могу в этом случае предложить, что лежит как бы на поверхности. Для начала, чтобы начать размораживать, да, и размораживать свои чувства, да, и начать их проявлять, заведите дневник чувств. И ежедневно, ну не поленитесь, записывайте в него свои ощущения, состояния. Вот, только будьте, пожалуйста, честными сами с собой в этот момент. Это очень важно. То есть, например, вы разбираете какое-то событие, вот прям садитесь, да, с этим дневником события и разбираете какое-то событие по деталям, да, вот прям, или по временем. Чувства, они очень такие молниеносные, да, то есть стыд может тут же перерасти в гнев, да, вот, но если вы ведете этот дневник регулярно, вы постепенно научаетесь понимать свои чувства. Вот, и, скажем так, смотрите, когда вы начинаете этот дневник вести, вот, еще раз повторюсь, очень важно быть с собой честным, да, если вы почувствовали страх, не нужно говорить, что это, например, растерянность, да, или застенчивость. Найдите в себе смелость назвать чувства правильным. Что это страх? Не то, что вы стесняетесь с кем-то общаться. Вы боитесь общаться. Понимаете? То есть страх. Итак, дневник эмоций. Вы описываете ситуацию, и вы описываете состояние, что с вами происходит, и называете те чувства, которые в этот момент испытываете. Например, я во время разговора с коллегами чувствую страх. Я боюсь этих людей, да, или я боюсь, что эти люди подумают обо мне плохо. Ну, я просто сейчас накидываю, да, любой какой-то вариант. Или пусть не страх, пусть злость, да, что, например, при общении с людьми я испытываю раздражение, потому что я испытываю гнев. Я злюсь на этих людей. Они меня раздражают. Они меня бесят. Чем они меня бесят? Да. Тем, что вот кто-то там визгливо говорит, да, и я чувствую злость. И немаловажный момент, сейчас отвечу, немаловажный момент, описать, как это чувство в вас проявляется. То есть не просто я испытываю страх, да, и не просто я испытываю злость, а как оно в вас проявляется. То есть страх. Так, я чувствую, что у меня потеют ладошки, да, у меня колотится сердце, да, или, например, у меня стиснуты зубы. Понимаете? Здравствуйте, чем эфир? Супер. Не могу сейчас смотреть, я потом в записи гляну. Спасибо. Пожалуйста. Понимаете? Итак, дневник эмоций. Не просто записали, да, ситуацию, которая с вами произошла, а разобрали ее подетально. Что вы испытали? То есть описать, назвать это чувство, да, и описать ощущения в теле. Вот. Потом уже пойдет дальше момент. И что с этим дальше делать? Да? К чему вас подталкивает это чувство? К чему? Что бы вы хотели сделать в этот момент? Да, например, вы в разговоре с коллегами испытываете страх, да, к чему вас подталкивает это чувство? Разбежать от них? Разбежать не можем, да? Или злость вас подталкивала наорать на них? А наорать мы не можем. То есть это второй шаг. Научиться грамотно выплескивать из себя эти чувства. Это можно делать безопасно, да, без вреда для окружающих. Можно? Вот. И это не, скажем так, не нужно для этого быть семи бядей во лбу. Страх, значит, устройте театр одного актера, да, и изобразите этот страх. Повойте, покричите, спрячьте, зажмите. Проиграйте этот страх. Гнев, ну, значит, поорите в подушку, побейте в подушку, разбейте пару чашек. То есть сначала поймите, что бы вам хотелось сделать. Итак, если вы испытали страх, и вам захотелось в этот момент убежать, значит, потом уже, когда вы поняли, к чему у вас страх подталкивало, что надо убежать, значит, побегайте. Понимаете? Если злость у вас заставляла, ну, скажем так, хотелось вам поорать, значит, потом поорите. Все. Глубокую проблему, глубокие установки это не решит. Это сразу я хочу вам сказать. Да, но это поможет вам разгрузиться. То есть вы можете устроить, скажем так, день эмоциональной разгрузки. И в этот день вы будете проживать все свои эмоции, которые за неделю, например, с вами произошли, да, какие-то ситуации, которые вас к чему-то подталкивают. Вот таким образом. Кроме того, скажем так, что можно сделать? Можно пойти в терапию, да, если вы чувствуете, что вы не справляетесь, да, или если вы, например, уже очень продвинутый человек, да, который ходил на какие-то тренировки, на тренинги, да, но не помогает. Но не помогает, значит, вы не признайте себе, что вы не справляетесь с этим. Нам очень сложно признаться, что мы с чем-то не справляемся. Ну, как же, я же умная, я же все понимаю, но не справляюсь. Признайтесь, не справляйтесь. И вот от этого признания не справляюсь, гораздо легче пойти и получить помощь, попросить помощь. Хорошо, не хотите в терапию, значит, идите в группу. В группу, где также люди занимаются решением этих проблем. Только, пожалуйста, пусть это будет терапевтическая группа, а не группа, как стать счастливой. группа, где будут эти чувства прорабатываться. Я вам одну вещь такую хочу сказать, да, вот по поводу, например, замороженных чувств, что если вы на самом деле все-таки заморозили уже себя чувствовать, да, то это приводит к очень разрушительным последствиям для организма. Я даже не говорю уж про разрушение там каких-то отношений, но это разрушает ваше здоровье, очень сильно разрушает ваше здоровье. Невроз, это, ну, даже, как бы, первая ступень, вплоть до онкологии. И вот в лечении онкобольных, да, есть такая терапия психологическая помощь, там людей учат размораживать чувства. Есть специальные техники для того, чтобы разморозить чувства. Я очень хочу, чтобы вот мой сегодняшний прямой эфир стал для вас тем толчком, да, который поможет вам, скажем так, принять важное решение для себя, что если вы очень долго, да, и очень тщательно подавляли, замораживали свои чувства, что хватит, пора с этим что-то делать, пора принять какие-то решительные шаги, пора принять действия, к чему вас эти чувства призывали. Так, если у вас какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Давайте я подожду немножечко. что я могу с своей стороны предложить, например, ну, вот если вы не хотите там в терапии, либо считайте, что терапия мне не нужна, да, присоединяйтесь в телеграм-канале, у меня есть группа, там, где мы каждый четверг, вот я сейчас еще один день не буду выбирать, да, каждый четверг мы в 20 часов в Москве прорабатываем чувства первого порядка, да, это стыд, вина, страх, обида, одиночество, печаль, скука, вот, мы прорабатываем эти чувства, то есть мы разрешаем им проявляться, вот, при том, это делаем с помощью специальных трансовых техник, вот, то есть мы не просто разгружаем наше тело, да, а мы их проявляем, то есть они выполняют свою работу, и к чему это приводит, к тому, что в вашем будущем вы будете реагировать на ситуации, да, в которых вы будете все равно испытывать обиду, страх, вину, грусть, да, вы будете реагировать по-другому, более грамотно, да, вот, более правильно для вас, чтобы ваше здоровье не пострадало, знаете, и для того, чтобы развиваться дальше в своей жизни, может, еще раз говорю, все ваши проглоченные чувства тормозят вас, они вам не дают двигаться вперед, так, ну что, есть вопросы, нет вопросов, ну и вот по поводу дневника эмоций попробуйте, попробуйте позаписывать, вы очень много о себе узнаете, очень много, какие у вас чувства бродят, и как вы их маскируете с помощью сознания, да, облагораживаете, причесываете, называете какими-то другими словами, и второй момент, что я вам предлагаю сделать, да, не говорить мне плохо, задуматься, ну на 10 секунд, и сказать на самом деле, что вы испытываете, например, я злюсь, потому что, или мне страшно, из-за того, что, или я испытываю чувство одиночества, научитесь честно, называть свои эмоции, это тоже будет очень хороший шаг на пути, скажем так, вашего эмоционального интеллекта, да, вы будете возрослеть, то есть, перестаньте вести себя как маленькие девочки, или как маленькие мальчики, так, ну что, если вопросов нет, то я тогда буду заканчивать, желаю вам всем здоровья, желаю вам всем осознания своих эмоций, принятие того, что эмоции нам даны не во вред, а только во благо, да, еще раз запомните, пожалуйста, эмоции, это механизм выживания, который помогает вовремя среагировать и что-то сделать, да, в каких-то ситуациях, учитесь вытаскивать свои эмоции, не подавлять их, а проявлять, начните из дневника эмоции, ведения, да, и начните честно озвучивать, что вы испытываете, не прячься за словами неплохо, не ужасно, и так далее. и так далее. И так далее. Продолжение следует...